Спасибо, Александр Алексеевич. На мой взгляд, конечно, законопроект замечательный, только жалко, что вся торжественность момента сразу пропадет, как только учитель придет в касту получить заработную плату. Потому что уровень заработной платы у нас у педагогов и в том числе у сельских вообще, ну скажем так, лишается какого-то уважения к этой профессии. Вот прекрасные формы поощрения, все это хорошо, естественно, все мы это поддерживаем, но хотела бы остановиться на вот этой пресловутой клятве. Мне кажется, что на сегодня, вообще-то, ну скажем так, доказательством преданности профессии, доказательством преданности профессии является в принципе то, что сегодня человек работает педагогом за те копейки, которые сегодня получает. Если человек сегодня, особенно в сельской школе, продолжает трудиться, несмотря на то, что на эти деньги в принципе невозможно выжить, он в клятву доказывает свою преданность. Я бы, ну тем более не могу не вспомнить законопроект, вносимый комитетом по соцполитике, Татьяна Викторовна Ильиченко, который отменил стопроцентные льготы для сельских педагогов, ссылаясь и аргументируя это некой социальной несправедливостью. Поэтому я считаю, что мы, ну скажем так, одной рукой встречем, другой колечем. На мой взгляд, клятву надо было бы приносить, наверное, депутатам лучше. Со словами, обещаю, не укради, не возжелай денег бюджетных. Потому что, если мы даже посмотрим на сегодняшний наш созыв, несколько наших коллег имеют решение судебное, если в сумме сложить средства, которые, ущерб, который они нанесли, члены фракции «Единая Россия», бы хватило проиндексировать зарплату для нескольких сотен учителей сельской местности. А мы еще и новых избираем и бюджетные средства тратим. Поэтому, коллеги, давайте не будем лукавить. Есть у нас депутат Мордовин, который отсидел в Барнаульской городской думе за заработную плату, один созыв. Теперь в этом созыве отсидел здесь за заработную плату. Сегодня мы ему грамоту вручили. Его заработная плата в 8 раз выше, чем средняя заработная плата учителя в Алтайском крае. О каком авторитете педагога вы говорите, вот ввозя такие меры? Я думаю, что надо именно заработной платой поднимать, авторитет основных профессий в обществе. И когда у нас не депутат Мордовин будет получать грамоту, непонятно, за какую такую активную деятельность. Вот по поводу Ирины Валентиновны нет сомнений абсолютно двумя руками за. Слушайте, ну что вы награды-то дискредитируете? Поэтому я считаю, конечно, законопроект важный, нужный. Но давайте принимать реальные меры, которые будут поднимать статус. А прежде всего, конечно, это уровень заработной платы. Спасибо.